Уважаемые коллеги, здравствуйте! В мобильной студии Первого медицинского канала мы приветствуем вас. И наша студия находится на площадке 18-й ассамблей «Здоровая Москва» в 75-м павильоне ВДНХ. Сегодня в нашей студии Ричард Паксман, генеральный директор компании «Паксман ЛТД». Здравствуйте! Мария Лисицкая нам помогает, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, научный сотрудник университета Ольберг в Дании. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы говорим сегодня об уникальном устройстве, которое было создано, чтобы повысить качество жизни онкологического пациента. Уважаемый Ричард, подскажите, пожалуйста, почему вы решили заниматься тем, о чем вы нам сейчас расскажете? То есть, на самом деле, история началась, когда мне было 10 лет. Моей матери поставили диагноз рака молочной железы. Ей было всего лишь 30 лет. На тот момент у нее было 4 маленьких ребенка, и, собственно говоря, это послужило началом для нашего бизнеса. Ей на тот момент в больнице предложили какую-то систему под названием охлаждение головы, но в случае с матерью это не сработало, и, к сожалению, спустя 3 недели от начала химиотерапии она начала терять свои шикарные волосы. И это был тот самый момент, когда мама, на самом деле, поняла всю серьезность своего диагноза, и первый раз, когда она действительно забеспокоилась, и первый раз, когда она плакала. И в виде ее страдания мой отец решил что-то, как-то ей помочь, что-то с этим сделать, и, собственно говоря, это послужило началом для того, что мы стали разрабатывать первый прототип системы охлаждения головы. Таким образом, по сути, 20 последних лет моя семья занимается тем, что совершенствует свои прототипы, и старается донести эту технологию до как можно большего количества людей в этом мире, вне зависимости от их места жительства и дохода. Достаточно стигматизированный образ пациента с онкозаболеванием. Мы все представляем, что этот человек без волос, без бровей, действительно доносит очень неприятные ощущения для самого пациента. Как вы развивали это направление? Как вы распространялись? Как вы подтверждали эффективность вашей методики? Да, конечно, мы делали большое количество исследований, и сейчас на данный момент уже более 8 тысяч человек были включены в наши рандомизированные исследования, которые действительно показали хорошие результаты. Наши исследования показали, что на данный момент у нас имелся успех примерно у 50-60% пациентов. Это означает, что пациентам не придется покрывать свою голову чем-то или носить парик, но, тем не менее, какая-то потеря волос может быть небольшая. Таким образом, у нас имеется небольшая охлаждающая установка, которая высоту примерно достигает полуметра, и мы надеваем пациенту специальную шапочку, через которую проходит охлаждающий агент. Процедура охлаждения начинается за 30 минут до начала лечения, во время всего лечения продолжается, и также 90 минут после введения химиопрепарата. Насколько мобилен пациент? Ведь бывают курсы, которые длятся сутками, 24 часа и доли. Может ли он двигаться? Наиболее часто система охлаждения применяется при раке молочной железы, гинекологических заболеваниях, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И в данном случае, при данных опухолях, как правило, бывает достаточно короткий курс химиотерапии, от часа до нескольких часов всего лишь. С чем связано такое ограничение по не специализации опухолей, но по опухоли, которая в определенных только частях тела? Есть ли какие-то противопоказания к применению данного шлема? Таким образом, мы работаем только с солидными опухолями. Мы не занимаемся, например, гематологией, потому что там немножко другое строение опухоли. Соответственно, опухоли, они в меньшей степени отвечают на охлаждение головы. К противопоказаниям какие-то есть определенные вещи, которые препятствуют? Ну, условно, раны головы, наверное, это же противопоказания. На самом деле, основными противопоказаниями являются некоторые опухоли легкой, в частности, немелкоклеточный рак, также немелкоклеточные и сквомозноклеточные опухоли. На самом деле, противопоказаний достаточно мало, то есть в основном это аллергические реакции, потому что у аллергиков часто бывает реакция на холод, холодовой выброс гистамины. Но если у вас, допустим, есть повреждения у кожи головы, то есть это не является противопоказанием, потому что мы просто-напросто прикрываем эту часть, и ничего не происходит. Ну и, наверное, особенно в России самый актуальный вопрос – это стоимость оборудования. Насколько это доступно? Я смотрела информацию, я уже встречаю от клиник информацию, что они продают эти услуги, то есть они оказывают, вернее, их своим пациентам, но чаще это частные. Насколько это дорого для государства, например, и осуществимо в России? На самом деле стоимость, она примерно одинаковая во всем мире, но мы стараемся сделать наши продукции как можно более доступной для всего мира. Сейчас основной задачей нашей для того, чтобы как можно больше пациентов получили эту процедуру в помощь, систему охлаждения головы, нам нужно, чтобы эта система была внесена в клинические рекомендации официальные. Но, к сожалению, на данный момент, конечно, это будет стоить каких-то денег для пациента. В среднем мы рассчитываем, что цена будет примерно 3-5 тысяч за одну процедуру. Ну, это достаточно небольшие деньги, да, если считать… Слой чип. Слой чип. Да, мы понимаем, что это очень хорошая доступная цена, но было бы намного лучше, если бы это все обеспечала страховка. Конечно, да. Собственно, мой вопрос был следующий, как раз о возможностях включения в наши стандарты оказания помощи. Были ли какие-то встречи в рамках ассамблеи, которые потенциально могли бы к этому привести, хотя бы для крупных онкоцентров? В Англии эта система является абсолютно бесплатной для пациента, потому что она полностью покрывается страховкой, но, естественно, в частном госпитале, если вы приходите, даже там могут предложить, в принципе, систему, но иногда приходится оплачивать. Также в США уже были внесены коррективы в национальные рекомендации по лечению рака, и таким образом пациенты сейчас получают эту процедуру по страховке. Поэтому очень сильно надеемся. У нас в России начали наконец-то переводить гайдлайны NCCN, переведено уже 4 гайдлайна, и я надеюсь, что таким образом информация о девайсе будет распространяться с помощью дополнительных путей и помогать вашему делу. В России часто пациенты не могут найти даже информацию о качественной помощи на этапе лечения онкологического заболевания, поэтому для нас это большая поддержка перевода этих гайдлайнов. То есть это является достаточно большой проблемой, и это самый пугающий побочный эффект, собственно говоря, потому что около 75% пациентов теряют свои волосы, и 10% человек иногда отказываются от своего лечения. Да, да, это большие цифры. В пользу сохранения волос, да. И что подчеркивает важность вроде бы этого косметического дефекта не только для женщин, но и для мужчин, для всех пациентов. Спасибо большое, Ричард, Мария, я желаю вам успехов в этом деле, и рассчитываю, что все больше аппаратов появится в России, и все больше пациентов получат вашу помощь. Мы были на площадке 18-й ассамблеи «Здоровая Москва» в мобильной студии Первомедицинского канала.